здравствуйте друзья мы с вами едем лес я как-то в одном видео обещала что возьму вас с собой в лес когда поеду нарезать лапник для укрытия растений ну вот мы едем прекрасное утро новостей у нас пока мало но хотя есть давайте я вам расскажу новости а луксные пока я тут еду надо же о чем-то говорить например у нас накрыли наркоторговлю причем такую крупную крупнейшую во всем во всей латвии и даже как говорят самая крупная точка за все время существования латвии вы представляете где где в нашем тихом а лукс на оказывается вода лукс на совсем рядом ну кто знает лукс на те кто там раньше жил я для вас говорю это дорога которая ведет на я онлайн цены и совсем не доезжая птицефабрики там какие-то были мангары какие-то сарае вот там все это производили и в таких крупных количествах что ой ой какой-то какой-то синтетический наркотик это все я говорю из открытых источников и из новостей собственно говоря вот там была такая дружба народов там все были латыши и русские поляки и украинцы в общем-то где-то кто-то друг друга бьет ненавидят а тут вот поганцы всех стран вполне даже себе объединились распространяли эту наркоту по странам восточные боты так сказано ну и там более больших подробностей не говорят но якобы все это прекратили всех поймали всех накрыли и ничего сейчас этого уже нету это конечно такой огромный шок для лукс на потрясение потому что красивые березы а я всякой гадости рассказываю ну так вот потому что лукс на это такой был тихий сонный городок очень законопослушный в любое время дня и ночи тут можно было ходить совершенно безопасно ну вот и вот такие вот дела да вот и ну что там еще из новостей труба которая около нашего дома я вам покажу я думала ее разберут а ее наоборот укрепили и какие-то антенны понаставили но скорее всего это эти антенны для антенны для телефонов я так думаю хотя кто его знает в наше военизированное время тут может быть и военные задачи где угодно так что вот так вот прямо гуцина от крыши дома моего друзья мои я ничего не понимаю в трубах я думала ее разбирают и чем больше я ее снимаю тем мне кажется что ее укрепляют это труба которая тут торчит около нашего дома всю мою сознательную жизнь когда-то раньше это была котельная она была не такая красивая была такая замызганная ну правда и сейчас красотой не блещет но это была в советское время еще такая котельная котельная отапливала все близлежащие дома кроме нашего у нас тогда не было городского отопления и вот тут виден правительственный дом белый дом как мы говорим Паш Валдыба самоуправление ее самоуправление отапливало в первую очередь но когда-то это было как же это райком райком тут находился когда-то в давние времена и вот эта котельная все отапливала с тех пор уже много-много лет уже на лет 30 если не больше тут нету котельной ничего она не отапливает отапливалась мазутом тут такая страшная бочка стояла ее давным-давно убрали и вот труба я была уверена что ее разбирают а сейчас я так смотрю что по-моему ее не разбирают ее укрепляют вот что-то там такое поставили поставили антенны там ставят ее укрепляют ну такая достопримечательность сколько ей лет ей на столько же лет сколько мне ну может чуть-чуть помладше но лет 40-то точно наверняка есть даже больше лет 50 это точно это точно ну посмотрим что будет дальше человек один из людей которые тут работают живет у нас в отеле он глухонемой поговорить с ним не могу и расспросить что тут делается и что тут чего и вообще посмотрим как будет дальше ну вот сегодня сегодня у нас такой вот ясный день последний судя по прогнозу потом будет пасмурно будут дождики но как говорится уже и пора конец октября а погода такая как в конце сентября вот кстати мы подъезжаем мы подъезжаем к деревушке под названием Зимире тоже вам покажу ее вот вообще наверное знаете друзья я сделаю видео из двух частей а то у меня слишком длинные получаются вам трудно смотреть трудно или скучно это называется Зимире такая деревушка вот это дубовая аллея очень такая красивая это считается памятник природы охраняемая часть местные жители ходят надо их объехать культурно да друзья я сделаю вот одну часть видео это просто дорога в лес ну посмотрите на осеннюю Латвию послушайте мою болтовню мои прибаутки осенняя Латвия красиво вот так что вырвалась я сегодня дочка осталась у нас еще люди живут сегодня 4 человека целая компания в двух комнатах и собака прям 4 танкиста и собака но это 4 туриста и собака вот ну по-видимому это последний такой крупный заезд в этом году но во всяком случае больше никого больше никто пока не зарезервировался никого не вижу ну и что вам сказать конечно весь этот отель это вообще такая палка о двух концах вот я смотрю что в обозримом будущем у нас ни одной резервации ни одной я не знаю мне огорчаться или радоваться пока я рада потому что надоело это хуже горько речь постоянно чужие люди в доме постоянно это стирка это глажка это уборка это хлопот их надо ждать их надо встречать их надо поселять и потом еще смотреть их отзывы иногда хорошее иногда думаю лучше бы вообще не оставляли иногда такое понапишут в общем-то деморой тот еще но с другой стороны да это заработок это заработок и вот сейчас когда никто не зарезервировался с одной стороны я дико рада я хочу отдохнуть мне это все надоело ну опять же думаю так а жить на что жить на что так что ну там как будет так будет вот такие вот дела у меня сейчас такие вот новости да осень конечно в этом году осень я считаю что вот на месяц запоздала что ли или уже просто лето продвинулось на месяц дорога грунтовка 18 километров от Ауксона есть другая дорога асфальтовая но там крюк лишние 10 километров поэтому если такая дорога не развезенная такая хорошая нормальная без каких-то там ям особых то лучше по грунтовке это быстрее и горючки меньше идёт так а что тут такое у нас а у нас тут какие-то дорожные работы вот кстати а ну дорожные они не дорожные тут просто пилят лес и поэтому ограничение скорости а вот тут вот идёт газовая трасса вот вообще в этом месте даже останавливаться нельзя вообще вот переезжаешь трассу и там уже можно останавливаться то есть она вот идёт вот тут вот газовая трасса газопровод под землёй я не знаю ну в принципе он как бы из России идёт идёт сейчас там какой-то газ или уже там ничего не идёт этого я не знаю не в курсе я делаю ой там наверное коровы пасутся ну вот это не мой кусок ну вот друзья я приехала к лесу я наверное с этим случаем с вами попрощаюсь иначе видео будет слишком длинное я тут много болтала всяких прибауток посмотрю что я там в лесу сниму но наверное это будет уже в следующем видео а пока до свидания всего вам самого доброго о это корова моего соседа это мясные породы они круглый год живут под открытым небом у него о вы имя какое но он конечно же их не дует ну короче телята сами высасывают наверное она беременная эта корова вот пойду я лучше она какая-то неадекватная я люблю коров как и всех остальных животных но больше всего я их люблю в виде молочной продукции ну что бедолага ну твои подруги совсем недалеко они вот там рядом ходят ты их просто не видишь они сейчас сюда придут или ты видишь что тут силосы хочешь силоса ну извини я не хозяин я ничего не могу тебе дать но не заинтересовая и